МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Сегодня на Гомельщине прошла акция «Чистый лес». Подаденных областного леса господарчах объединения ее удельниками стали амаль 8 тысяч человек. Блорусская телебача не выходит на новый якосный узровень. У листопаде уже хоров Гомельской области з'явится макчымасть примать телевизийный HD-сигнал. Симфоничный оркестр города Гомеля отцветковал 30-годовый юбилей. На сцене Громадско-культурного центра разгорнулося грандиозное святочное шоу. А зараз обгэтым и иншим больше подробязно. Сегодня на Гомельщине прошла акция «Чистый лес». Подаденных областного леса господарчах объединения ее удельниками стали амаль 8 тысяч человек. Задача акции не только навести парады, калей ящий раз притягнуть увагу до темы забруджывания лесов. Экология родной природы. У сюжете Олега Синсерова. Мы гоноримся честеней своей краины, а калей об этом кажуть замежная гостья, по честю гонору взрастаешь матразова. Але при этом нечем макчымом выкинуть з вакна машины пустую бутыльку, т.е. покинуть пасля наведывания лесу невеликую взвалку. Быть мостным, донесись с мете до урны. Гэтый заклик наразивши не на пустым местце. Акция «Чистый лес» становится уже традиционной и проводится по инициативе Министерства лесной господарки Беларуси притягнуть увагу громадскости до необходности бережливых относин до головного природного ресурса краины. Задача застается неизменной уже 9 годов. Зараз лесы займают у Беларуси около 40% территории. И только в первом погоде этого года на их потребление в належном стане лесгазом было выдатковано больше 50 млн рублёв. Акция «Чистый лес» – доброчинная. Организаторы кажут, что принять у неё и удел макчим и смел кожный небояковый человек. К сожалению, приходится констатировать, что некоторые наши граждане любят отдыхать в чистых местах, но не всегда оставляют эти места в том состоянии, в котором их нашли. И наше сегодня дело – помочь природе избавиться от того мусора, который оставлено не совсем добросовестными гражданами. Всё лето акция «Чистый лес» проходила по некоторых накерунках. Некто избирал улеси сметти, некто высаживал новые древы. На профессийном мове этот процесс называется дополнением лесных культур. Работа тем больше необходимая, что, увы, не кулеточной активизации караеда пришлось высекать тысячи гектаров сосновых насаджений. Посадка на этом месте садженцев началась практически одразу, але климатичные умовы тогда оказались не вельми сприяльными. У вугуле подаденных областных одессо-господарших обеднаний на Агомичне уделниками акции стали маль 8 тысяч человек. Жадание до помощи у наведения парадков выказались у представителей следующего комитета, инспекции по хове живойного и растительного света, комитета природных ресурсов и комитета державного контроля, плюс представители политических партий, громадских организаций, студенты и школьники. Конечно, должны приниматься иные меры по цивилизованному обращению или нахождению на природе. Для этого предпринимаются определенные усилия. Мы, как контролеры, смотрим за этим вопросом, но одномоментно, конечно же, обустроить и создать те же зоны отдыха на природе, благоустроенные, огороженные со стоянками. Это все в перспективе. Я думаю, что в ближайшее время оно у нас будет и все-таки меньше будет мусора, меньше свалок. Особливую увагу сегодня-то надали добропорадковню помников. Воинам червоной армии, яке знаходица в лесных массивах, ниде просто убрали листья, ниде пофорбывали огороджи. По областным лесогасподаршим обеда не кажуть, что сметия в лесах становится меньше, али проблема застаётся. У минулом годе лесогасы Гоминской области вывезли на свалки почти тысячу кубометров бытовых отходов. Ещё остаётся актуальна проблема по садовочским товариществам. Не все садовоческие товарищества заключены с ЖКХ по уборке мусора. Конечно, здесь проблема, но мы эту проблему отслеживаем. Работают у нас камеры фотоловушки, поэтому приходится иногда наказывать. Но в целом тенденция идёт в снижение по мусору. Олег Синчеров, Василий Осипцов, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Гомельская мясомолочная компания плануя в наступном годе повеличить поставки во Украину на чверть. Гэтае пытанне будуть обмерковать пачас форуму регионов Беларуси и Украины, які пройдя у Гомеле на наступном тыдне. Беларуская-украинская рабочая группа оценит перспективы взаимной присутности на рынках двёх краин сельско-господарчей, харчовой и іншей продукции. Серёд проблемных пытанне у применения ветеринарно-санитарных мер. Основные товарные позиции Гомельского холдингу, найболь запотрабованные у суседней краине, сухое молоко, масло, сыры и консервы. Продприемства мясомалушной компании экспортують до 75% продукции. География поставок уключает 25 краин. При этом зараз у рейтингу Украин-импортеров Украина не увоходить на воду пятёрку лидеров. Для наших предприятий рынок Украины составляет примерно шестое-седьмое место по рейтингу. Это не тот результат, который у нас был в 2012-2013 году, когда украинский рынок для нас был третьим, уверенно, после российского, казахского. Сейчас уже поставки в Китай обгоняют в несколько раз поставки на территорию нашего ближайшего соседа Украины. В Киеве было более 400 торговых предприятий под брендом «Белорусские молочные продукты» либо продукты Гомельщины. Часть из них, конечно, выжила, но это будет для нас, конечно, идеально, когда мы вернём хотя бы половину. Плануется, что под час форума представники украинской делегации наведают шерах предприемства у холдингу. У структуру Гомельской мясомолочной компании увоходить шесть мясоперопроцовщих комбинатов, семь молокоперопроцовщих заводов и два гандлёвые дамы. Узмацнение взаимодействия совета у разных узровнях и больше активное распаусюджывание на працеванного вопыту. В Мазырском районе пройшёл масштабный областный семинар по пытаниях доброго парадкования населенных пунктов у год малой родимы. У его работе приняли в дел керовники выканавча и распорадча и улады. Тема доброго парадкования сёння сярод приоритетных. Па час семинару – размова об шляхах реализации указа президента об пустующих и старых домах. И ещё одна актуальная проблема были будинки социальной сферы, якие не выкрыстовываются сельские клубы, библиотеки, крамы. Непосредственно у Мазырском районе значная частка таких будинков знесена ци утягнута у оборот с допомогой мясовых сельско-господарчих предприемствов. Вызволенные таким чином земли, по макчимости утягиваются у севозворот. Размещенные у районе субъекты господарания у Вогуле оказывают значную допомогу у навядзенні парадку у населенных пунктах. Причым справа не обмяжовывается одним накерунком. За кошт саугаса комбината «Зара» у Агрохратку Рудня побудована православная царква. Мясовы лязгас вырабляя скульптурные композиции. У гэтым годзе тут нават новую пасаду вяли рэшчика по древе. У районным савеце депутата уличать, что час саморобных композиций из полиэтиленовых бутылек и клумба у заутамабильных шин прайшоу. Темболь, что яны еще и пагаршают экологию. Мы больше сейчас делаем упор на металлические, которые более современные, более усовершенствованные, которые требуют меньше ухода. То есть принцип таков, что меньше, больше потратился сегодня, но получил эффект экономический в будущем. У Гомельской области становится все больше рамесника. Усё литой колькость повеличилася малю полтора раза. Рукоделем у регионе займается свыше 1700 человек. Больше за усё таких у Гомели Речицким и Мазырским районах. У областной податковой инспекции поведомили, что за 9 месяцев рамесники заплатили больше 40 тысяч рублей сбору. У целым лик физичных особ, які ожитивляют деяность по заявным принципам, повеличився малю двоя. Подаденных на першого костричника в области их зарегистровано на маль 5,5 тысяч человек. По этим показчику, Гомельский регион займает другое место сярода властей после Бреска. Белорусское телебачення выходит на новый, якосный узровень. У листопаде уже хоров Гомельской области з'явится макшимость примать телевизионный HD-сигнал. Зараз заканчивается тестирование обсталявания для перехода на формат высокой выразности. Як отримать новую картинку, расскажет Настасья Кучинская. HD-телебачення дозволяє отримливать на ваших телеканалах выяву больш высокой якости. Малюнок, як правило, складается с 2 млн пикселей. Гэта у 5 разов больше деталей, чем при стандартной выразности. Чем больше пикселей, тем багатее выява у колерах и дробязях. С 1-го листопада у телеглядачу Гомельской области з'явится макшимость отримливать у таким выглядзі национальные каналы. Спочатку 5, Беларусь 2, Беларусь 5, ОНТ, СТВ, Мир. Поздній долучатся Беларусь 1 і Беларусь 4. Картинка не буде рассыпаться на які-то квадратики, то есть не буде ссыпаться. То есть она буде более насыщенна, цвіта будуть более насыщенними. Увеличится еще і звук. Для абонента он буде більш объемним, буде позволять находиться в центре событий, просматриваючи телепередачи либо фільм. Для того, як опотрымливать яркую картинку, якосный гук, ваш телевизор повинен патрымливать сигнал высокой выразности Full HD. Проверить гэта можно у інструкции. Як правило, такая функция есть во усіх телевизорах, выпущенных пасля 2016 года. Так што, калі вы отрымливаете звычайный телевизийный сацпакет и у вас есть Full HD, у листопадзі треба буде просто яшчэ раз уклюшить пушу каналу. Настройок телевизора никакой не требуется по той простой причине, что если приемник современный, то он изначально уже в автоматическом режиме поддерживать данные функции. Нашёл канал, который непосредственно передаётся и получил картинку в хорошем качестве. Калі у вас айпи-телебачыні, ті вы клиент кабельного оператора, трэба доведацца, ті може ён дать вам новую паслугу. Пакулю Гомельска в області да гэта га готовы не усе. Калі не може, будзі ці прымать кабельный сигнал той же якості, што і раней. Глядачі, які не з'являюць уладальніками Full HD телевизора і пакулю не планують яку набувать, так само можуть не переживати. Звычайно, ефірне тілебачыні протягні працівать. Настасія Кучинська і Павел Антоно, тілерадоя компанія Гомель. У країні протягується подріхтовка до перапісу насельництва, який пройде у кастрічніку наступних агода. Спеціалісты проступили до проверки карт місцовости. Значит, рогового 5, да? Значит, смотрим, это у нас одноквартирный жилой дом, да? Наличие аншлага. Значит, аншлаг, это, значит, на доме должно быть і названня улицы, і номер дома. Здесь ми видим, що і названня улицы, і номер дома присутствують. Значит, ми так і пишем. Наличие аншлага присутствують, отмечаємо у себе. Так як це одноквартирний жилой дом, у нас не кількість під'їздів, не паспортів, то здесь все просто у нас. Ну, да. Все. І обязательно ставимо статус «Проверено». Зараз у Гомеля керівники районних отделів статистики вучатся працювать з планшетами і удокладняць размяшченні жилых домов. У наступному місяці гэтай роботай займутся регістраторы у районах. Яны проверать карты, номератися у жилых будинках, наявність обозначення на домах, колькість під'їздів і кватер. По гэтых дадзінах потім будуть сформіровані переп'ясніе участки. У нас в управліні был організован семінар для начальника відділа статистики в районах наших. Значит, сейчас они уже пройдя обучення, в том числе пройдя практическі занятия на містності, вони вернуться в свої райони і будуть точно також обучати своїх регістраторів. Списки регістраторів вже подготовлено по області. Всего задействовано 187 чоловік. Це основной состав і резервний. Каждий з них получит удостоверення, як я вже говорила, планшет з загруженим программним обеспеченням. До речі, перепись 2019 продовжує ніколькі варіанту про доставлення информации. Самоперапис праз інтернет, заповнення анкет на стационарних участках і помісці жихарства. Не бреша, не кусая, але выдатно шукає наркотики. Службовая аучарка помянушці Дора стала соправдной героині і опошніх кримінальних хронік. Наші корреспонденті наведали кінологічну службу військовій части 55-25 і познайомилися з Дорой і яєх господаром. Тайніки з Марухуані у Жлобінськім районі. Наркотики у кишені наведвальника кафе у Калінковичах і у прохожих у Мазири. Усю гэта Дора знайшла толькі за опошній місяць. А крам'я таго, сьоліта яна разом са своім господаром заняла другое місце на республіканских споборництвах кінологаў і службовых сабак. Двухмісячная шчаня інструктор кінологічной службы выбіраў сам, шукаў самага гулівага. Зараз Доры п'ять гадоў. Трыз яких яна працюю в вышуку наркотичных сродкал. Негледзячі на распалсюджаные чуткі, наркотичные речевы, а учарка ніколі не спробавала. Метод яе дресіровки гульня. Калі Дора знаходзіть наркотики, то отрымліваю у якості узнагороды любимый предмет – мячик. Она за мячик, за портировочный предмет. Готова ісжизнь отдать. Фізички я її постоянно підтряюю, потому що їй треба физическая нагрузка. Ну і в основному дыхалка, потому що работать надо більше носом і очень довгое время. Іногда приходиться больші объекты отрабатывать. Це колонії, там очень больші объемы. Ну і, конечно, наработка. Чем більше с ней і работаєш, тим лучше. Немецка аучарка виконує усе стандартные команды, тільки голос не падає. Інструктор каже, що лишний шум перешкоджає. Да і сама Дора по характеру неагресивна. Яна выдатна лазить с іншими собаками, а коли знаходзіть наркотики, садиться побач стойніком, або кранаю підозроного лапою. Однак, поспіх вишукової операции залежить не тільки от собаки, а й однопроцовок наркоконтролю. Якщо просто ходити очень большой труд самих оперативників наркоконтроля. Вони нарабатують, вони сутками, сутками пашут, і вони вже своїм взглядом відличають, хто може употребляти, а хто простой чоловік, законопослушно. Мужчина, ягод шотиронога напарниця, практично увесь час проводять разом. Кінолог подкресливає, що у роботі головне ставяться до собаки, як до равноправного партнера, усталявать контакт і доверять один одному. Іногда можу і психануть, поругаться на неї, тому що є моменти всякі. Я їй показую на чоловіка обискивати, то є осмотри робити, обнюхувати, а вона починає поміщення обнюхувати. То є, буває таке, вона не поняла мене, а я, напевно, неправильно їй подсказав, що треба робити. Все на контакті. То є, я настільки їй доверяю, і вона мені в подвал, так в подвал, на чердак, так на чердак. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, отель, радіоакампанія «Гомель». 829 дзен. Выстава, присвячена 75-годзю, «Вызволення Гомеля», открылася у центральній часці палацца румянцва Хіпаскевичаў. 150 експанатаў розповідаюць пражыцьо горада уперед фашыстской оккупаціє. По офіційных, дадзіных, за гэты час ворогі знішчили 30 тысіч гомельчан. При гэтым не на дзін дзін жіхары горада не здаваліся і пратягвалі супрацюління. Асобнае місце ў експазіцій займае трагедыя лагера для савецкіх ваеннопалонных «Дулах-121». Усіх гады окупація канцлагер знаходзіўся ў самом центры «Гомеля». За гэты часу ім загінула не менш як 110 тысіч чалавек. Для знішчэння вязніў працавалі п'ять перасоўных крыматореў і п'ятьшыцца глянага завода. Савецкі салдаты, які ўвайшлі ў Гомель, ўбачылі вжудасную картіну. Центр горада мальцалкам был разбураны. Даже чрезвычайна комісія, каторая работала в Гомеле пасле освобождення ўже в 44-м году, она толька примерны цифры можат сказать. Нашлі ці захоронення, места расстрелов, это дзістіціна страшныя кадры і страшныя цифры. В Гомеле було 4 ёврэйскіх гетто, гдзе були заключены в основном жэншіны, дзіці і старіки. І фактичаскі всі ані, 4 тысі чалавек, були убиты. І Дулак, тот же самый, 121, он был уничтожен. Тех, кого не ўгнали в другі лагеря, ўмерли там же. Наш Гомель стёрли с лица земли фактичаскі, на 80%. Чорно-білые здымкі, рэчы злагірова на палонных і рэдкі документы будуть працтавлены на выставі до 26 лістапада, дня вызволення Гомеля. Сімфонічна оркестру города Гомеля цвяткаваў 30-ти гадовый юбилей. На сцене Громадско-культурнага центра разгарнулася грандиозная святочная шоу. Джаз, класіка, савецкая і сучасная эстрада здавалася ў гэты. По особливому урочистый вечер гомельскі музыканты імкнулися прадемонстраваць ўсі грані свайгу таленту. У юбилейным концерці крамя дырыжора ў колективу Мурада Суіла і Владіміра Милюціна так само прыняў дзел галоный дырыжор симфонічнага оркестра Белталі Радоа Кампаніі Александр Сасновскі. Дарэча, своімі яркими вокальными і хореографічными нумарамі глядачоў парадавалі і інші сталічні артысты. «Стажите, що іного, я щасья не желаю, що легла страшно над целью ней гріком, што без нею в душа мае тревогі не уняв». Сімфонічна оркестра дзержавна і установы Гомельскі-Ахарацкі і оркестры высакакласны колікты у таліновітых і аданых в своїй справі профісійных музыкантаў. На працягу трох дзясяці годзів яны працтавляють широкай аудыторы і толькі якасныя і оригінальныя музычныя праекты. «На сам дзілі 30 лет – отлічный возраст. Уже много за плечами. С нами выступали артисты і з Англии, і Франції, і Венесуэлы. У нас є потрясаючі проекты, мирові саундтреки, форум класіччяській музыкі. Нам єс чім гордіцца і ми обязацьна ще удзівім нашого зрітіля». Гэты, а так сама іншія новіны, ви можете знайсці на нашім сайці у інтернеці по адресі www.tvarkomil.bivay. Нагэтым выпуск завершен і удалых вам выходных дзен і до нових сустречу ефіры.